Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Кто виноват? Гибель молодых людей на гидроцикле стала главной темой на планерке главы Сочи. Виски в чемодане и на границе с Абхазией изъято 57 литров алкоголя. Владелец чемоданов запасся впрок. В Сочи водитель электрокара арестован на 7 суток. Таковы результаты профилактического рейда в Олимпийском парке. Сочинских ребят научат плавать с педагогией. Глава города готов поощрять активистов. Улучшить качество и пропускную способность кубанских трасс губернатор Вениамин Кондратьев сегодня провел большое совещание, посвященное реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». С утра глава региона осмотрел проблемный участок пути в станице Денской. Там скоро будут модернизировать и расширять магистрали. Всего реконструировать должны более 22 километров в Тимошевском и Денском районах. Все работы планируют завершить до 2022 года. Их разобьют на несколько этапов. На эти цели выделили более 12 миллиардов рублей. Трасса Краснодар-Ейск уже несколько лет сильно перегружена. Только на участке от станицы Новотитаровска до Тимошевска интенсивность более 25 тысяч машин в сутки. Особенно ухудшается ситуация в курортный сезон, когда на Кубань приезжают туристы со всей России. Также по автомагистрали перевозят товары большегрузы. Из-за этого там часто случаются ДТП, иногда и со смертельным исходом. За два года было порядка 46 ДТП. Погибло 15 человек, 80 были ранены. Поэтому приводим к первой категории. Будет 4 полосы, между ними разделительные. Это наша краевая дорога. Я не условно согласен с тем, что и дорогу со стороны подъезда города Тимошевска в Краснодар нужно максимально реконструировать, расширять, делать комфортно, удобно. Но достаточно у нас много еще дорог, которые тоже ведут в краевую столицу Краснодар, которые тоже подлежат реконструкции, расширению. Принципиально важно, чтобы с какой бы стороны мы ни въезжали, в город Краснодар было комфортно и удобно. Исправить ситуацию должна модернизация на двух дорожных объектах. В Тимошевском районе на 10 километрах трассы увеличат количество полос с двух до четырех. Еще там возведут две транспортные развязки и проложат путь к Медведовской. Оснастят участок и пунктом весового контроля, чтобы грузовики не разрушали свежее полотно. Также там обустроят площадку для отдыха водителей. Улучшится пропускная способность и на подъезде в Денскую в районе Старомушастовской построят новый транспортный узел. Персональная ответственность и ежедневный контроль. Как выполняют национальные проекты на Кубани, говорили накануне на совещании у губернатора. Венемину Кондратьеву доложили, что в зоне риска нет ни одной поставленной задачи. Правда, глава региона попросил не зацикливаться на положительных отчетах, а работать на конкретный результат. Будто перед экзаменом краевые министры пытаются успеть еще раз прочитать все свои записи. В каждой из ПАПок отчеты о выполнении региональных проектов. Их 45 по 11 направлениям. От сохранения экологии до строительства дорог. Поставленные задачи лежат в рамках национальных проектов, конечная цель которых – сделать жизнь людей лучше. Сегодня на совещании губернатор отказался от положенной по протоколу вступительной речи и сразу попросил доложить, как выполняются региональные программы. На сегодняшний день объективно все находятся в зеленой зоне. В 2019 году за счет бюджетных средств, мы это уже отмечали не раз, будет почти 25 миллиардов рублей предусмотрено на региональные проекты. Из них 16 миллиардов – это конкретная контрактация. Вторая половина года очень важна. Вы говорите, что сегодня у нас уже освоение идет, и проценты практически уже освоены, большой процент – все это хорошо. Но еще раз подчеркиваю, вторая половина года характеризуется сдачей и объектов, и работ. Так точно. Сдачей. И вот эти проценты не влияют, я уже сказал, никоим образом на факт сдачи. Задача должна быть и объекты построены, и работы должны быть максимально выполнены. Деньги направляются действительно огромные, но и цели амбициозные. Например, за 5-6 лет в два раза увеличить количество человек, вовлеченных в малый бизнес. В краевые фонды поддержки предпринимательства уже перечислено свыше 870 миллионов рублей. И здесь не только финансовая поддержка, но и помощь мелким предприятиям с выходом на зарубежные рынки. Развитию экспортного потенциала серьезное внимание уделяют в сельском хозяйстве. К 2024 году в Агропроме планируют в половину увеличить количество продукции, поставляемой за рубеж. Товары с высоким экспортным потенциалом в регионе определены. Это зерно, масложировая, мукомольно-крупяная, крахмально-паточная продукция. Потенциал до прироса производства имеется. Планируется восстановление мериоративных систем в текущем году не менее 3,5 тысяч гектаров. Это позволит нарастить дополнительный объем экспортно-ориентированной продукции. Условно национальные проекты можно разбить на два блока – социальные и экономические. Но представить повышение качества жизни сложно без развития экономики, которая во многом зависит от роста производительности труда. Это одно из ключевых направлений реализации нацпроектов. У нас до 2024 года предусмотрено 345 миллионов рублей на реализацию этого национального проекта. У нас необходимо вовлечь в реализацию проекта минимум 349 кубанских предприятий, крупных и средних в таких отраслях, как промышленность, сельское хозяйство, транспорт и строительство. Руководители предприятий могут получить бесплатно образовательный кейс по программе МБА, которая на рынке больше 1 миллиона рублей стоит. Вениамин Кондратьев попросил внимательно отнестись к срокам выполнения региональных и национальных проектов. Чтобы не затягивать работу, упростят порядок согласования документов и сократят время их рассмотрения – 60 до 20 дней. Мы очень многое сможем в таком режиме. Не делиться на районы, не делиться на краевую власть – вся огромная большая команда, которая и выдает результат. Не хочу эти проценты зачитывать. Бумага стерпит все, в народе говорят. Поэтому процентное увеличение выполненных работ должно конкретно отражаться в реальной жизни. А во-вторых, для всех сказать сроки – никакие сроки мы сдвигать не можем. Поэтому не в процентах абсолютно отчет, а в реальных результатах. Первый наглядный пример, как нацпроекты меняют жизнь на Кубани – ремонт автомобильных дорог. Уже реконструировано 60 километров. Это не только замена полотна, но и модернизация инженерных сетей, установка дорожных знаков и светофоров. В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью. С 31 июля купить, продать недвижимость с долевой собственностью или оформить на нее ипотеку, будет проще и менее затратно. Отныне заверять такие сделки у нотариуса будет необязательно, если в них участвуют все совладельцы, пишет сайт РБК. Как говорится в комментарии Федеральной кадастровой палаты, упрощение таких сделок связано со вступлением в силу изменений в закон о государственной регистрации недвижимости. Если до этого все сделки с имуществом для долевых собственников подлежали нотариальному заверению, то теперь договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей может быть заключен в простой письменной форме, в случае если подписан всеми долевыми собственниками недвижимости без исключения. Как считают эксперты, нововведение особенно актуально, если участниками долевой собственности выступают родственники. Теперь они получают право решать, требуется ли им заверять общую сделку с долями нотариально. К нотариусу придется обратиться и в случае, если хотя бы один из собственников откажется принимать участие в сделке. На границе с Абхазией изъяты чемоданы с виски. На автомобильной составляющей поста Адлер был остановлен пассажир рейсового автобуса. Он следовал по так называемому зеленому коридору с большими дорожными чемоданами. Декларацию не подавал. В ходе таможенного контроля с помощью рентген-установки в двух его чемоданах было обнаружено 45 бутылок и 4 упаковки алкоголя. Общим объемом 57 литров. По словам мужчины, он приобрел спиртное исключительно для себя в магазине «Дьюти-фри», выезжая из Абхазии, где находился на отдыхе. Такое количество алкоголя мужчина объяснил тем, что не часто бывает в соседнем государстве, поэтому приобрел напитки с запасом. Разрешенные к беспошлиному провозу через границу 3 литра возвращены пассажиру. Остальной товар изъят. Возбуждено два дела об административных правонарушениях. В Сочи водитель электрокара арестован на 7 суток. Таковы результаты профилактического рейда в Олимпийском парке. В курортный сезон электромобили массово используются для перевозки пассажиров, в том числе по дорогам общего пользования. Для предупреждения ДТП сотрудники отдела ГИБДД провели в Олимпийском парке профилактическое мероприятие. Водителям и пассажирам рассказали о том, что у человека за рулем электрокара обязаны быть водительские права. А для безопасности и водители пассажиры должны передвигаться в шлеме. Но эти требования соблюдают единицы. При проверке очередного перевозчика инспекторы выяснили, что водитель, перевозивший группу туристов, лишен прав. Перевозчик был отстранен от управления, его электромобиль отправился на спецстоянку, а сам водитель доставлен в суд. Там ему назначили наказание в виде административного ареста на 7 суток. Такие проверки, отмечают ГИБДД, будут проходить во всех районах города на протяжении всего курортного сезона. Гибель молодых людей на гидроцикле стала центральной темой планированного совещания в администрации Сочи. ЧП случилось в Адлере накануне. Что привело к трагедии, кто понесет ответственность за гибель людей, а также, как в мэрии, прокомментировали высказывания шоумена из уральских пельменей о качестве морской воды в Сочи, расскажем в нашем следующем сюжете. Трагедия случилась накануне на одном из пляжей в Амеретинке. Двое молодых людей 19 и 22 лет катались на гидроцикле и врезались в трос, натянутый между катерами. Лодки находились на якорной стоянке. Мужчины погибли на месте. О причинах трагедии говорили сегодня и на планерном совещании в администрации города. Анатолий Пахомов отметил, в первую очередь, ответственность за гибель людей должен понести владелец гидроцикла. На гидроциклах человек может только тогда принимать участие, когда у него есть водительское удостоверение. Было водительское удостоверение? Проверяем сейчас. Да не было. Ну что тут проверять? Они говорят, есть. Они должны его показать, как и паспорт показать. Ни одно, ни другое там сделано не было. Разрешение на прокат гидроцикла в море выдает Кубанское водное бассейновое управление. Но такого договора, рассказали на планерке, у владельца не оказалось. Место, на котором был предоставлен гидроцикл, в отношении этого места отсутствует договор водопользования, что является прямым нарушением законодательства Водного кодекса Российской Федерации. Таким образом, этот гидроцикл был предоставлен для проката незаконно. Мы будем доказывать, что данная акватория используется не по ее целевому назначению. В таком случае будут расторгаться договора водопользования. Вопросы у главы Сочи были и ГИМС. Это госинспекция по контролю за маломирными судами. Служба ведет круглосуточный мониторинг на воде весь курортный сезон. Инспекторы проверяют документы на плавсредства и обязаны остановить лодку или катер с явным перевесом. Что касается гидроцикла, со стороны видно не было, нарушал он что-либо или нет. Случившаяся – это трагическая случайность, говорят инспекторы. Данные лица находились в зоне, разрешенной для движения маломерных средств. Находились они в спасательных жилетах. Но, к сожалению, по своей собственной неосторожности, не оценив ситуацию, как бы это требовалось, они попытались пройти между двух маломерных средств, которые находились на якорной стоянке. Соответственно, не заметив угрозу. ГИМС контролирует ситуацию на воде, администрация и полиция на суше. Наличие договоров водопользования должны проверять правоохранители. Что привело к трагедии, теперь будут выяснять следователи. Тем не менее, Анатолий Пахомов поручил усилить контроль за пляжами. Затронули на совещании вопрос качества морской воды. Накануне в СМИ растиражировали высказывание звезды уральских пельменей Сергея Исаева, который находился на отдыхе в Сочи. Темное после дождей море в своем аккаунте в Инстаграм он назвал коричневой жижей, где купаются люди. Видимо, намекая на сомнительное качество воды. Между тем, в Роспотребнадзоре отмечают, что ведомство совместно с арендаторами пляжей в 42 точках вдоль побережья с начала года взяло порядка 3000 проб. И все они соответствуют нормам. Вся вода в зонах купания отвечает всем гигиеническим требованиям. Купаться можно на всех пляжах города Сочи. Ограничений нет. То, что после дождей интенсивных бывает загрязнение воды в части, помутнение. Это связано с выносом реками нашего города взвешенных частиц. Также на планерном совещании сегодня представили нового начальника управления по организации похоронного дела. Им стал Александр Белов. В последние годы он курировал эти вопросы в Адлере. Анатолий Пахомов дал новому руководителю испытательный срок и напомнил уже всем чиновникам об их роли в мэрии. Если будет жесткое, четкое у каждого понимание того, я чиновник, нахожусь на муниципальной службе, и я должен служить только закону и только муниципалитету, то есть людям своим. Если кто-то пришел заниматься коммерцией, то, наверное, лучше сам уходи, потому что либо увезут. Анатолий Пахомов в рамках программы «Противодействие коррупции» поручил проверить все муниципальные предприятия. Также на планерке озвучили итоги конкурса по подготовке к курортному сезону. Он провозился среди четырех районов. Лучшим стал центральный. Глава района получил кубок и один миллион рублей, который будет потрачен на благоустройство центра Сочи. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Заместитель руководителя краевого следственного управления и руководитель следственного отдела по Сочи Петр Косинков проведет прием граждан в Хостинском районе. Обратиться за помощью или разъяснением можно будет в пятницу 2 августа с 11 до 12 часов. Записаться на прием можно непосредственно в следственном отделе по Хостинскому району по адресу улица Учительская 26 или по телефону 262-8258. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Грамоту Совета Федерации сегодня вручили Герою России Павлу Павловичу Сюткину. Ветерана отметили за активность в деле военно-патриотического воспитания. Павел Сюткин – частый гой среди школьников. Ему 98. И несмотря на возраст, ветеран активно общается с ребятами, отвечает на все вопросы и обычно так заканчивает свои военно-патриотические беседы. Учиться, учиться и учиться. Второе. Не забывайте своих, раньше говорил, отцов и дедов, а теперь уже дедов и прадедов, вершивших в судьбу нашей Родины. Третье. Помните, что за вами будущее страны. И в заключении. Активно участвуйте во всех сферах деятельности. Верхняя палата Федерального собрания Российской Федерации отметила активную деятельность Героя России. И сегодня в здании Городского собрания Сочи Сюткину вручили почетную грамоту и знак от Совета Федерации. Сегодня нам хочется полностью теплоту души, теплоту сердца им передать. Поблагодарить за то, что они сделали. Ведь, если говорить конкретно о Павла Павловича, ведь это же не только, скажем, герой военных лет, но это герой и сегодняшнего мирного времени. В чем его героизм? Личным примером воспитывают молодежь. А участнику войны всегда есть, что рассказать и ребятам, и своим друзьям из Совета ветеранов. Боевое крещение он прошел под Брянском, был назначен командиром батареи. При прорыве немецкой обороны юго-западнее Кёнигсберга батарея Сюткина уничтожила 9 танков, 10 огневых точек, 10 артиллерийских батарей и до 500 гитлеровцев. За это Павел Сюткин был представлен к высокой награде звания Героя Советского Союза. Но золотая звезда нашла его только через 63 года. Поэтому и стремились власти поблагодарить ветерана за нынешнюю работу вовремя. Кульминацией праздника стал голубь мира, которого выпустили в небо как символ Международного Дня Дружбы. Он как раз отмечается сегодня. Добрый весельник будет всегда кружить над головой. Все, поздравляем. Встреча. Елена Овсесна, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Водные процедуры включили в программу летнего отдыха сочинских школьников. Теперь детей организованно водят на пляжи курорта и будут учить плавать. Такая программа – это расширение возможностей так называемых площадок нашего двора. Как отдыхают воспитанники летних лагерей, лично проверил глава города. Он отправился на пляж Робинзон в Кудепсту. С наступлением летних каникул в Сочи стартовала летняя оздоровительная кампания. В городе открыли 47 лагерей труда и отдыха, 57 дневных профильных лагерей и 147 площадок нашего двора, где ребята занимаются творчеством, спортом, ходят на экскурсии. А с началом купального сезона у школьников начались и походы на море. Это инициатива мэра. Условия же для безопасного отдыха детей создают спасатели. Юных сочинцев водят на оборудованные пляжи, где есть медицинский кабинет и место для детского купания. Спасательная служба ведется на 100%. Дети всегда чуть покупались, вылазят отставать и лезут назад в море. Но дети – это есть дети, они очень любят купаться в море. Мы обязательно следим, чтобы люди были бы в кепочках, либо под нашими зонтиками и навесами, чтобы не был солнечный удар. На пляж Робинзон каждый понедельник приходят ребята с площадок нашего двора, расположенных в Кудепсте. В основном это ученики 18-й школы. Сопровождают детей учителя, которые также отвечают за безопасность своих воспитанников. Организованно вводим их на купание, развитие их физических способностей, которые закаляют их организм, которые делают их более здоровыми, крепкими. В воде у нас, как принято всегда говорить, работают все группы мышц. И для детей это очень полезно, очень целесообразно. Оценили ли такую инициативу сами ребята, глава города решил узнать из первых уст. Дети довольны, но насладиться морем в полной мере могут не все. Большинство еще не научились плавать. С подушкой. О, видишь? Вот это вот мы должны, это просто стыдно будет, если на море у нас детвора не научатся плавать. С подушкой. А ты умеешь плавать? А? Они еще маленькие. Нет, вот я вам поэтому и говорю. Так вот это же наша с вами задача, чтобы они научились плавать в обязательном порядке. Вот это идея была. Научить детей плавать Анатолий Пахомов предлагает учителям физкультуры. За это муниципалитет готов рассмотреть варианты поощрения педагогов. Работа дневных лагерей при школах уже завершена. Вот площадки нашего двора будут работать вплоть до начала учебного года. За их работу отвечают сразу четыре муниципальных управления. Молодежной политики, образования, спорта и культуры. Инга Габешия, Максим Каврегин, телекомпания ФКТ. Юбилейный Сочи джаз-фестиваль откроется 1 августа джазовым парадом. Музыкальная колонна пройдет по улице Новогинской. Шествие начнется в 19 часов от Сумы и проследует до площади Флага, где состоится гала-концерт по случаю открытия фестиваля. По традиции фестиваль откроет Биг Бен Сочи. Также в этот день выступит Сергей Коренев Проджект, Биг Бен Саранск и другие участники. В честь юбилея пройдут еще два открытых концерта. 2 августа для жителей и гостей города на площади Флага выступят Гитар Саммит и Биг Бен Саранск. А 3 августа – квартет Натальи Смирновой и трио Ника Левиновски. Начало концертов в 18 часов. Вход на концерты на площади Флага свободный. Ленинград, Литл Биг, Сплинн, Брейнсторм и еще более 20 групп выступят в Сочи на ежегодном музыкальном фестивале Life Fest Summer. Он пройдет с 16 по 18 августа на курорте Роза Хутор. А у вас есть возможность совершенно бесплатно получить билет на фестиваль. Трехдневный музыкальный марафон начнется с выступления группы Литл Биг, которая представит собственную программу с певицей Татарка. Перед ними на сцену поднимутся коллектив Хлеб, Марии Краймбери и другие. Ведущим первого дня станет один из самых популярных журналистов Юрий Дудь. Второй фестивальный день возглавит группировка Ленинград. Она сыграет эксклюзивный сет, который станет единственным летним концертом в Сочи. Также в этот день выступят Линда, Звонки, Пицца и другие. Хедлайнером третьего дня станет рок-группа Сплин. В этот день выступят также латышские романтики Брейнсторм и многие другие. На площадке фестиваля будет работать еще и малая сцена для молодых артистов. Также организаторы приготовили для гостей выступления целого ряда исполнителей в жанре электронной музыки. Розыгрыш билетов на фестиваль уже стартовал в соцсетях. Для участия в нем надо быть подписанным на аккаунт «Говорит Сочи» в Инстаграме или Фейсбуке, отметить публикацию о фестивале лайком и поделиться ею с друзьями. Билеты будут разыграны методом случайных чисел 12 августа. Подробнее в наших пабликах в Инстаграме и Фейсбуке. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи» в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме, ну и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.